Товарищи майоры, разрешите доложить, сегодня на улице шел снег, а я героически работал. Что я сделал? Я поменял колесо на прицепе, снял, разбортировал, хорошо диск промыл, этим метанолом даже, блин, первочком промыл, ну, чтобы... А то заколебывает иногда, на грязный насадишь, потом это пропускает, ну, спускает колесо постоянно. Это плохо, правильно? Поэтому я тщательно очень сделал в этот раз. А потом вот то лысое снял, которое с него проволок уже торчит везде. А потом, блин, жаба задушила, жалко выбросить, я нашел один какой-то левый диск, он такой не совсем подходит. Ну, чуть-чуть почти подходит. Подходит, короче, ну, это почти задевает. Короче, я туда поставил это колесо, и Бог меня наказал. Я схватил это колесо на радостях, когда уже заканчивал, полдня пластался, да, и там проволока торчит, и как мне в палец как садануло, блин, и эта самая кровь бежала везде. И на морду тоже кровь еще, ой, блин, тоже где-то врезался. Ну, зачем камеру включил? Ребята, вы же знаете, что дядя Вова, он чувак вообще более-менее такой честный. Ну, врет редко, и поэтому хочется, чтобы остальные тоже мало врали. И поэтому, блин, ну, хочется, чтобы это вот все было по уму, знаешь, это, ну, ну, что там в каждом военторге можно купить, наших там нету, их там нету. Ну, если он там есть, так и скажи, блин, ну, допинги принимал, так и скажи, блин, нафиг, правильно? А что нафиг, ну, и это, ну, а то врут, врут всегда. И поэтому я за честность, пацаны, я за честность во всем мире. И если мы когда вот косячим, я вот, я чувствую, я себя ощущаю, как житель Северной Америки, то есть североамериканец. Ну, не то, что прямо настоящий американец, у которых Трамп там, вот, тут бог миловал, ну, тоже у нас не очень такой это фейерверк, скажем так, но все равно. Я, короче, хочу, блин, это, от всех жителей Северной Америки и от лица американцев извиниться перед российским народом и исправить наш косяк, короче. Вот это, что они там, сволочи, дрели просверлили, блин, дырку эту. Я хочу послать, короче, этот, это самый, лейкопластырь, чтобы заклеили эту дырочку, блин, и это самое. Лейкопластырь хороший, качественный, от братского китайского народа, тут немножко осталось. Только это, полоски узкие, пацаны, и поэтому нужна ваша помощь. Дырка там большая или нет, сколько, мне надо знать, сколько посылать лейкопластыря. До свидания. Решил я еще раз сбегать за дровами, ребята, не вынесла душа, поэта, пока погода позволяет, ну, еду и на дороге след. Смотри. Да, лучшее подтверждение тому, что лосиный гон в разгаре. Почва песчаная, здесь все-таки машины ездят, автомобили любители поохотиться, и всего на свете. Поэтому след свежий, свежайший. Где ты, лосик? Вот так дебилы и зарабатывают грыжу, ребята. Ну, очень им хочу, очень нравится, прямо, прямо, очень. Прямо думаю, что-нибудь, может, сделаю из него. Из-за этого, братишки. Но, может, стол какой-нибудь или что-нибудь, правильно? Так, не будешь помогать, нет? Хоть сзади так это в пемперс подталкивает, или что? Все-таки, мускулы это хорошо, конечно. Поэтому, знаете, почему я во медведя не боится. Такой щурочка возьмет, как даст на медведи подошли. Так, медведь совсем мертвый будет. И что физика надо? Физику учить. Такой мужик был, Архимед. Ой, мудрый был. В ванне лежал все время. Золото подсчитывал, королевское. А вот тоже как он. Кончайте балаболь, давайте работать. Дров у меня хватает, ребята. Ну, просто это, ну, не то, что жадность фраера губит. А вот, видите, несколько куч, которые должны были сжечь, и они почему-то не сгорели. Видите, вот здесь сожгли везде. А эту не сожгли, а эту не сожгли. Я приехал, забрал из них дрова. Ну, а что, ну, а что, ну, а что, ну, ну, сожгли. Не гуть это, не соби, не людям, блин, ну. Я с той же кучки нашкулялась, это что же. Ну, основное потом соберем. Следующие года. Ну, это просто жалко. Был бы маленький машина такой, типа вот это, боб-кат. Я бы тут повытаскивал, конечно. Я бы тут разворотил эту кушу. Там тот куча, да, тот запас дров на один. Зима будет простому такому шмошному крестьянину, как мне. Так, ребята, это надо все загрузить и надо бежать домой. Спасибо за компанию. Ну, все. Спасибо этому дому. Теперь пойдем к другому. Где-то лосик здесь ходит, значит. От нас прячется. Рейс в этот раз может не очень крупногабаритный, но тяжелый. Вот тяжелый. Один тот камелек, что я закинул, только чего стоит. И очень много таких, видите, вот. Пару штук есть таких. Вот этот вот цельный. Вот это вот, это одно. Тоже думал, может, что-нибудь можно найти, как, ну, подставку для цветов или что-нибудь, или не знаю. Или у кого задница сильно широкая, табуреточку сделать. Шучу я. Чем-то придумаем. Жалко просто, если пропадут такие, правильно? Я очень подозреваю, что они, это, сожгут их. Потому что это, в прошлом году они как-то прозевали. Видите, вот горелые. И вот здесь горелые. Ну, это сейчас такое, как практис. Ну, практикуется, короче. И я считаю, это здорово. Потом остается чистым, более-менее место. Но, ну, эти как-то не сгорели. Я боюсь, что они придут и сожгут, и трава пропадут. Ни себе, ни людям. А так я приехал и набрал. О, хороши осенние деньки. Смотри, облачка какие. Так, вот это моя деревня, это мой дом родной. Тетя Оля, здесь живем, значит. Вот там дрова привез, значит. Вот здесь въезд в хибары. И, знаете, шо, вот заезжать надо вот оттуда, вот с трассы, по идее, да, вот так, видите. Оттуда раз, так и сюда, и заездиваешь. Ну, некоторые товарищи прямо из лесу, так, напрямки приходят сюда. И я вам хотел показать. Ну, Митя-ка, друган, смотри. Смотри, что он робот. Он, значит, тут в засаде сидит, смотрит. Потом вот здесь вот так вот это. Иди, Митя, ну нахера ты затаптываешь? Ну, шо ты блинки ножку портишь? Ага, вот здесь а выходит, видишь, видишь, вот сюда вот так это проходит, так. Прошелся, так посмотрел, значит, вот досюда, ага. Ну, так это посмотрел, дома дядя Вовни, дома десланчики нам тудым-сюдым. И развернулся, и гордо ушел обратно в лес, значит. Ну, бандит, ну, бандит, а. Прямо, значит, вот. Обиделся, наверное, ни ковра красного, ни цветов нифига, блин. Ну, блин, крутой, а. А может, знает, что это самое дядя Вова с пушкой дома. Ну, шо, ребята, вы десланчики тоже или нет, а? Вот эту я девку назвал Долей. Помните, кто такой же древний, как и мы, ты должен помнить, когда первую овцу склонировали, она вот точно так же выглянула, клон Долли была, ну. А этот чувак Рэмми. Почему? Потому что в английском баран он Рэм. Ну, некоторые люди любят на таких пикапах ездить. Баран там с рогами нарисован, и Рэм написано. Ну, вихри враждебные, блин, веют над вами. Пацаны, какие у вас новости? Скучно что-то, блин, это. Я слышал, самолеты сбиваете, воюете. За шо воюете вообще? За шо идет война народная, свершенная война, а? Просветите дурака старого. Я тут тоже воюю немножко, вот с этими, с братанами, значит. Ну, потихоньку колю их и туда отвожу на тачки и складываю. Видите, как буржуй, блин, это. Не просто, блин, это. Ну, это, в охапку и побежал, это. Нет, тележечка, тачечка. Вот это. Сейчас у вас, наверное, есть такие тачки, да, блин? Ну, тупых буржуев, наверное, технологию украли. А когда я вот жил, блин, это, в стране советов, блин, одна тачка на всю деревню была. Я думаю, если бы у меня была такая тачка, я бы вообще там рай бы земной построил, блин. Ну, блин, даже не знаю. Может, даже картошку с огорода бы на ней возил. Ну, так, что я хотел сказать, ребята? Про длинные рукоятки для колунов мы обсудили. Пацаны, я вас так троллю иногда, что аж саму смешно, блин. Ну, теперь надо высоту чурок обсудить, блин. Ну, что вы как дурные, блин? Высокие чурки берете, ставите на них другую чурку и потом колете. Вы вообще, блин, возьмите чурку в человеческий рост, да, и на нее поставьте в том чурман и попробуйте расколоть. Ну, что, ну, неужели ума не хватает? Что, чем ниже чурочка, тем это... Ну, блин, ну, физику вообще не учили, что ли? Я понимаю, что, блин, образование у большевиков не в почете. Ну, блин, у вас их хотя бы, блин, я не знаю, блин. По-моему, даже вот это обезьяна, блин, который там, это, блин, орехи колет, блин, или орел, который крабов там, это бросает на камни и раскалывает это. Блин, и то, блин, больше соображает физики, чем вы, блин. Ну, вот такой вот блинчик взяли, блин, или вот такой-то. Ну, чем ниже он на земле, тем больше, значит, у вас это сильнее там взмах будет кувалдой, когда железо куете. Да-ка, в чем война народная? Зачем самолеты сбиваете, бляхомуха? То, блин, с Ирдаганом, блин, враги, то потом опять друзья, потом с евреями враги. Да вы что, блин, ну, блин, друзья-то есть у вас? Кто? Покажите пальцем, кто друг. Тоже хочу с ними дружить. Покажите. Если был он такой дурной, и стоял весь такой хмельной, от счастья и от удовольствия, смотри, все мои питомцы, фу-фу-фу, чтобы не сглазнуть их. Где-то тут одна была курочка с хохолком, но черная, поэтому я не знаю, бывают черные хохлушки, нет? Пусть будет. Так, Билли борзеет, лорка, думает она, это, к им королю. Бастик нормальный пацан такой. Я их выпускаю сейчас постоянно. Знаете, что случилось сегодня? Выпустил их это, и пошел гулять с собакой. Они за мной как хвостики. И везде, и везде, так по всему периметру прошли, так и через лес пришли. Блин, они думают, что я этот самый, блин, дудочник Санцердама, короче, который этих крыс за собой водил из города или детей увел всех. Так, где маленький? А, вон, смотри, маленький зайчик, видишь? С курочками бегает, видишь? Вот что думаешь, что дислайкщики ко мне лезут? Не знаете? Я знаю. Потому что это яблоки, яблоки у меня. А вот это, это гусыня называется Ганди, в честь Индиры Ганди, и все его племени этих царей Гандей, которые эти мозги компасировали всем дуракам. Ну, и это, а Ганди любит очень яблоки. Смотри, смотри, смотри. Видишь, видишь? Ну, блин, обидели. Давай, Ганди, во, видишь? Видишь, ой, очень любит яблоки. Уважает прямо. Нурка, иди в баню. Ты, блин, сегодня что только не кушала, блин. Я их выпускал, они вообще ничего не живут. Просто ходит, надоедает. Халявщики. Смотри, вон еще один зайчиком, да, видишь, маленький. Ой, это, а что бы только выжили? Так много их везде. Короче, лес, ходим гуляем, да? И там это, вечером люблю стоять, так смотреть на небо. И вот как макака думает, что такое, что там звездочки моргает от кедова. Зачем, почему так медленно так соображаю, мозги так скрипит немножко. И слышал в лесу что-то, тюк-тюк-тюк, тюк-тюк, тюк-тюк-тюк. Думаю, что такое? Один раз засердился так, это муж так собрал все в кучу в пемперс и пошел в лес. А там вот такие вот зайчики бегают, домашние, значит, знаешь, понимаешь, лишь бы выжил, да? Лишь бы не было войны. Ой, смотри, русские пацаны дерутся. Ой-ой-ой, какие мотри. Ой-ой, победы, конечно, не будет, но это важно. Во, давай, третьего, любого мочи, и все, блин, чтобы чужие боялись. Главное процесс, пацаны, а не результат. Ну, петушни, конечно. Ну, смотри, это какое-то красное курочка, наверное. Вот гребешок большой. Короче, это, пацаны, пока хозяйством довольны. Фу-фу-фу-фу, чтобы не издох только. Медведь, сволочь, ой, заколебал. Ой, наглый. Вчера вообще, вообще все на уши поставил, все. Я сегодня рассердился, это самое. Я один же дома холостой, но я, короче, поставил два датчика на движение, и карабин занес домой. И буду с фонарем выскакивать, если что. Ну, блин, все ведры перевернул. О, там, видишь, целый, видишь, целый штапель ведров, видишь? Ага. И он их все, все, все. И, короче, пару штук до такой степени изгрыз, что их надо теперь это в помойку выбрасывать. А остальные, ну, как договариваюсь, чистить, блин. Ну, сволочь, растаскивает здесь по периметру. Вылезал, гад такой, блин, это самое. Ну, я не знаю, ну, гуси Рим спасали, конечно, блин, а это самое от медведев спасут или нет. О, а Тони, вы видели Тони, нет? У него вот эта вот эта фигня, то белая, то красная. Не знаете почему? Вот это, я думаю, в 17-м году он бы ни хера не выжил. Потому что надо определяться, или за белых ты, или за красных. А постоянно менять, как хамелеон, так не пойдет. Прут замерз, пацаны. Дисладчики на меня наезжают, что-то иногда в комментариях. А я их баню, какие дрени, они вообще, по-моему, не могут понять, что мой канал не для советских людей, блин, а для тех это. Пацаны, короче так, вот это самое, вы всю жизнь жили неправильно. За последние сто лет в России был только один хороший человек, которому надо поставить памятник. Это Михаил Сергеевич Горбачев. Он не знал, что он сотворил, но он что-то сотворил, и это было очень хорошо. И это самое, ну, где-то процента два населения, может, этим воспользовались. Ну, а что, раз из тюрьмы клетку открыли, да? Правильно? Ну, ага. А остальные, это самое, быстро захлопнули эту дверь, заварили ее намертво, замуровали кирпичами и начали лепить другого монстра, еще страшнее. И поэтому, ну, блин, мой канал же не для них, пацаны. Ну, не обижайтесь, ну, чего вы, блин, ну. Смотри, там это курочки на солнышке греются. Так, яблоки убираем, короче. Только пролетели, это самое, нет, никому не скажем, кому яблоки. Надо нам еще одно дело быстро сделать. Ну, смотри, гусь васар пьет, видишь? Не зря я пруд наполнял. Молодец! Над канадскими степями гордо веет белой молнии подобной. Ой, ребята, хорошо с вами, несмотря на то, что... А Бастик, знаете, что Бастик, он это вообще, это, четкий пацан. Специально взял, чтобы внук на нем катался. Бастик, давай тебе яблочко тоже. Ну, бери ее. Хрям не яблочко, и потом пойдем. Он это, он с лоркой, она так не церемонится, всех шугает, а он тоже как звездомет ей. Молодец, Бастик, молодец. Только пуля джигиту в степи, подруга, Только лошадь у казака в степи жена. Кушай яблоки. Спасибо. Спасибо.